здравствуйте рад всех приветствовать сейчас скажу очень важную информацию для всех кто занимается своим здоровьем это мой личный опыт и опыт тысячелетний которым я воспользовался возможно у вас нет такой информации я вам расскажу о ней это очень полезное видео как вы понимаете мы цельный человек это целая такая структура и мы не можем заниматься отдельно какой-то частью нужно заниматься полностью всем телом и 2 2 важнейшие вещи которые мы должны знать если мы хотим изменить тело это образ жизни и питания и чтобы изменить тело конечно же нам нужно изменить питание может кому-то и не надо менять но нужно пробовать различные виды питания не диеты а именно употреблять какие-то продукты например две недели вы кушаете там определенные продукты там какой-нибудь пшенку или две недели рис или неделю там допустим какие-то каши гречку и смотрите как она на вас действует неделя маловато честно говоря даже хотя бы 10 дней вы проверите как на вас это действует насытились вы чем-то или нет ну вот такие изменения попробуйте поделить как-то что-то съесть в начале а что-то съесть потом не смешивая попробовать разные варианты вот должен быть везде ко всему творческий подход то есть вы должны с этого с помощью своего питания изучать себя изучать себя до сколько вы покушали вам хочется спать или вы покушаете и вам хочется двигаться вы увидите вот такие определенные изменения которые приносит нас пища дело в том что пищеварение настолько важное оно важно психически на человека психические действия очень сильное производит потому что например желудок он переваривает не только пищу он переварит информацию все что происходит по кругу то что я вам сейчас говорю переваривает ваш желудок и соответственно у него будет качество пищеварения вот такого плана и также он переварит пищу и в желудок это наше будущее есть такое божество как в индусской индуистской теории они которые открывает клапан в желудке и мы принимаем пищу этот клапан как бы на физическом уровне это клапан а на духовном уровне это умение принимать в себя новую информацию все все что происходит умение принимать себя это не просто такой клапан вы должны вот это прочувствовать все и желудок это наше будущее то что и чтобы наше будущее было хорошим он должен хорошо работать тонкая кишка например должна хорошо работать так как это наше настоящее то что происходит именно сейчас если человек у человека плохо работает тонкая кишка он никогда он будет медитировать чтобы он там не делал там любые упражнения если тонкая кишка хорошо не работает он никогда не будет чувствовать себя в настоящем времени ему всегда будет казаться что что-то происходит такое помимо его воли он не может понять почему то все вдруг происходит но они в этом как бы не принимают участие но никак не может на это реагировать как-то или влиять это тонкая кишка например и например у индусов считается если она там не в порядке нужно срочно там молиться какому-то божеству определенные мантры говорить звуки хама там что-то такое сатана май но я не помню какие но вот так а и на физическом плане на духовном плане если также плохо работает тонкая кишка уже срочно срочным образом начать прощение спросить у своих родителей неважно живы родители неживы как они себя чувствуют нужно срочно начинать прощение просить у своего папы и мамы вот такой вот интересная такая штука это нужно знать потому что вообще буддизме вообще во всех этих религиях человек вечен он никогда не умирает дыхание человека остается всегда здесь в этом месте на земле она никуда не исчезает вы поняли меня и толстая кишка это наше прошлое если человек все время пережевывать себе события которые у него там были когда-то никак не может их и жить пережить и все время они у него существует он переживает там у него что-то болит и он только об этом и думает месяц-два там это поняли да это неправильная работа толстой кишки которые которые не может освободиться никак например запор когда у человека или еще что это это остановка это остановка и запрещение запрещение остановка а в индусской религии вообще в этих религиях буддийской это остановка это смерть движение это жизнь если что-то остановилась хоть на деле на некоторое мгновение это значит она умерла и вот нужно оживить это все оживить водка с таким подходом вы всегда должны заниматься когда вы занимаетесь вы должны помнить об этом когда вы кушаете создавайте вокруг себя хорошую атмосферу разговаривайте с приятными людьми больше окружайте себя хорошими вещами которые будут полезны для вас все должно быть натуральное лен хлопок все должно быть простое и и комфортно тогда то что не позволяет вам дышать и наше чтобы быть человеку здоровым он должен как бы себя всегда окружать такими вещами которые потому что в тибетской медицине говорят что нет такого чего того что не может быть лекарством все одежда ваш дом еда обстановка все это общение с людьми это и есть ваше лекарство вы должны хорошо одеваться как бы удобно очень для тела может вам это кажется красивым но все должно быть свободным и свободно дышать никаких лишних резинок пережатий там каких-то не должно быть ни в коем случае не мазать себя какими-то кремами на пляже потому что вы должны знать если вы намазали что-то на крем или любое вещество которое вы нанесли на кожу через 20 минут она уже в печени находится можете представить себе что чтобы как там печень работает если вы намазались против загара или еще что-то нужно любить солнце принимать его если вы смотрите открытым глазом везде это одно вы получаете информация от солнца правильную и она дает правильную информацию наш мозг и наше тело реагирует правильно если вы взяли на пляже находите просто так от нечего делать там для красоты в темных очках то конечно же конечно же вам надо что-то мазаться или еще что-то потому что вы обманули своими темными очками с ваш мозг из и наше тело уже не дает защиту от этих лучей солнечных которые которые должна быть и поэтому существует такая болезнь как рак кожи не одевайте никогда очки просто так я понимаю если я еду в одессу утром рано в 6 утра и меня все время солнце навстречу ты могу там одеть на какой-то период эти очки темные какие-то специальные для водителя но просто так мы не так много живем чтобы прятаться от солнца не так много так что запомните это еще я советую всем кто занимается не записывать компьютере или в телефоне заведите себе тетрадку которую будете все писать и катератка должна быть максимально красивая хорошая и удобная вот у меня это рода или там японская у меня видите они такие желтоватые листики я пишу на них всегда мне приятен этот цвет полоска раньше любил квадратики там кита ручка должна быть у вас хорошая потому что ручка и рука у нас ведет и пользуйтесь как бы таким штукой есть такая знаете японии очень развитая ли китай каллиография учитесь писать писать вот так писать красиво чтобы рука двигалась чтобы у вас было гармонично руки пальцы очень связаны с мозгом неправильно недаром дети которые аутисты там вот как бы слабо радует там где на гитару ведут заниматься или что-то и они из этим излечивается ручка я вот у меня чернильные ручки я люблю чернильные ручки которые пишут пером то как мы раньше писали ими приятно писать и главное что сейчас у нас есть большая возможность такая очень много чернил которые продаются разными цветами вы можете порисовать это одно из развития таких творчеств и вам даже нравится приятно держать ее в руке писать у меня есть такая тетрадь на которой нет полу об этих вообще я видите точечки стоят нет и вот так вот мы учимся вот ведь я здесь учился учимся вот так раз раз подчеркать кружочки падиотроны так штрихи и учимся рисовать писать это очень хорошая хороший стимулятор но тетрадка не просто так чтобы писать эти это это ручки называется демонстраторы такие они видно я люблю прозрачные такие это не такая это зелененьким пишет это синеньким это красным там они все разные я что-то записываю и отмечают то что я уже сделал делаю там или еще что-то и обязательно в этой тетрадке вы заведите себе тетрадку в которой будете записывать что вы сегодня делали что вы сегодня делали записали и все они надо об этом вспоминать не записывайте то что вы хотите сделать завтра завтра вы проснетесь другим человеком завтра проснется совсем другой человек не тот который лег спать он проснулся другим у него другое настроение все зависит от того что он скушал как он пережил день как пережил ночь и завтра когда вы встанете то вы уже будете решать что вам делать и как вам заняться а если вы хотите что-то записать на будущее на будущее что вы хотите напишите там лето 50 лет или на 100 там как мне говорил товарищ если тебя нет плана на 150 лет вперед то зачем тогда жить вы поняли меня не пишите что делать завтра пишите что будет через двадцать лет через десять лет но никак а а в тетрадку просто записывайте то что вы запись делали сегодня чтобы потом через пять-десять лет посмотреть а я делал то-то и мне это понравилось потому что даже я все время занимаюсь вот у меня на природе если я выхожу у нас был такой период когда нас долго нельзя было выходить в лес у нас было перекрыто да и потом я вышел и я начинаю вспоминать что же я делал и я просто удивлен сколько много всего я делал оказывается и даже вот так вот постепенно постепенно вспоминаешь поняли да а вы конечно же не вспомните вам нужно обязательно все записать и потом посмотреть и какой был результат от этого немножко так контролируйте себя вот такие советы я вам дам очень важное очень а потом часто поделаем конечно же упражнение какие-то это обязательно движение это жизнь остановка это смерть это должно быть у вас конкретно всегда в голове вот такая мысль будьте здоровы занимайтесь вместе со мной будьте здоровы через 10 лет или 20 мы увидимся посмотрим какие мы стали